Я на программе Танаха несколько лет закончила, я там взяла степень, и много лет я уже на программе Талмуда, это Талмуд, изучение Талмуда на довольно высоком уровне, когда-то я даже не думала, что это, как я, много лет изучала Талмуд еще в России, когда мы там начали учить илзоизм, у нас были группы, сегодняшний день Аликузажат, там, Франк Маханаева, в котором женщины учили Талмуду, мужчины, Но все это было как бы не на каком уровне, но сегодня, но это опять же не то, что я... Я просто хотела на этой лекции чуть-чуть прикоснуться к тому, что такое Талмуд с точки зрения талмудической логики именно. Рассуждение о талмудической логике есть анекдот такой. Это тоже еще не начало лекции, это в рамках, пока мы ожидаем, что, может, еще кто-то не придет. Хотя обычно, в соответствии с правилом попкорна, у меня есть такое правило попкорна, когда надо начинать лекцию. Все время люди ходят, 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 ходят. Когда, может, считаешь, уже пора начинать, собралось достаточное количество, это как с попкорном, когда его кладут в микроволновку. Сначала только отдельно, потом мощный поток такой идет, все лопается, а пока нет, расстояние делается около двух секунд, сразу надо выключать, значит все лопается. В общем, так же приблизительно приходится выступать на лекциях, когда, особенно на лимуде, когда люди еще подходят и подходят, заходите, пожалуйста, где хотите, не надо. Вот. И ты решаешь, когда же, собственно, начинать, когда расстояние между двумя прибывшими людьми, оно сокращается очень сильно, тогда уже надо взять. Поэтому еще до того, как я начну, я расскажу пару анекдотов, просто там и там же время занять. Во-первых, дедукция, индукция и талмудическая логика, это для завлечения публики, это основано на анекдоте, он не совсем такой лиричный, но зато смешной. Когда Холмс и Ватсон встречаются утром за завтраком, и Холмс ему говорит, что Ватсон, а у вас сегодня голубое кольцо. Холмс, как вы догадались? Он говорит, с помощью дедукции, индукции, а кроме того, вы забыли о детстве. По моей теории смеха всегда в любом анекдоте, если он смешной, я вижу, что смешной смеется, есть всегда глубокое внутреннее содержание, которое мы не всегда даем себе в нем отчет, почти всегда не отдаем. На самом деле, если мы в любой анекдот смешной копнем, оказывается, что в нем очень-очень много смысла, о котором мы даже не подозреваем. В данном случае нас поражает контраст, зачем нужно говорить о дедукции, индукции, когда вещи так очевидны. А на самом деле в жизни так и происходит, потому что для того, чтобы объяснить очевидные вещи, иногда приходится прибегать к сложным логическим построениям, которые каким-то образом надо обосновать, почему они работают. Например, дедукция. Кстати, то, что Шелок Хоббс называет дедукцией, вовсе совершенно не дедукция, даже современная логика дает ей совсем другое название. Я даже не помню точно такое. Дедукция нормальная, но какое? Классическая дедукция там… В общем, частном выглядит… Не-не-не, дедукция классическая выглядит так. Человек смертен, Сократ человек, стало быть, Сократ смертен. То есть, совершенно очевидное заключение, но мы должны, когда мы вставляем какую-то частность в общий закон, то на него действует этот общий закон. Это называется дедукция. То, что Шелок Хоббс делал наоборот. У него есть начало, есть конец, и он выяснял вот эту промежуточную связь. Так что это не совсем дедукция, но так уж мы привыкли называть это дедуктивным методом. Это один анекдот, второй анекдот про Талмуд. И пока еще люди приходят, значит, приходит… Это известный очень анекдот, но он почему-то мало известен в сетях. Я его много раз искала. И он находит в свое время, во всяком случае, находился с трудом. Всегда очень лень, например. Он говорит, ты анекдот знаешь, но он длинный. Записывать его где-то легче выводить из сети. Приходит один человек, не еврей, к Рэбби, и говорит, уважаемый Рэбби, я много всего изучал, я окончил университет, и теперь я хочу постичь эту мудическую логику. Он говорит, научите меня Талмуду. Он говорит, я никак не могу. У вас нету… Чего у него нет? У вас нету мудического мышления, что есть у еврейских детей. Он говорит, невозможно, я так много знаю, я так много учил. Как же у меня этого нету? Он говорит, ну давайте я вас проверю, если вы хотите. Никто не знает анекдот? Нет, нет. Отлично. Это прекрасно попасть в такой компанию. Он говорит, вот вам пример. Два еврея залезли в трубу. Один вылез чистый, другой вылез грязный. Какой из них пойдет мыться? Ну, конечно, тот, кто грязный. Нет, неправильно. Потому что тот, кто грязный, посмотрит на того, кто чистый, решит, что он такой же чистый. И пойдет мыться. Вау, отлично, прекрасно. Теперь я понял. Давай еще одну задачку. Два еврея залезли в трубу. Один вылез чистый, другой грязный. Кто из них пойдет мыться? Ну, мы уже поняли, что пойдет мыться чистый. Совсем неверно. Тот, кто грязный, посмотрит на того, кто чистый и сказал, как я пролез в трубу и остался такой чистый. Глянет зеркало, увидит, что он грязный и пойдет мыться. И наоборот. Тот, кто чистый, посмотрит на того, кто грязный. Неужели я такой грязный? Посмотрит зеркало, увидит, что он чистый и мыться не пойдет. Он говорит, вау, теперь я на самом деле понял. Значит, ну, может быть, я могу приступить к учению? Нет, еще один вопрос. Два еврея залезли в трубу. Один вылез чистый, другой грязный. Кто из них пойдет мыться? Мы уже поняли, что тот, кто грязный, он пойдет мыться. Все неверно. Не может быть, чтобы два еврея залезли в трубу, а один вылез чистый, а другой грязный. Уходи. О, это хорошая вещь. На самом деле, это совершенно в скобках, последняя как бы фраза из предисловия, что очень многие таламутические дискуссии, на самом деле, они построены по такому принципу. Не обязательно что-то, так сказать, похожей логике. Но когда мы доходим до конца, я спрашиваю себя, почему он сразу этого мне не сказал. Последний и убийственный аргумент, он на самом деле дается в конце. И это интересно в этом смысле. И тут нам показывают вкратце анекдот, что таламутическая логика, она берет и высказывает много разных аргументов. Это не совсем то, о чем я буду сегодня говорить, но для начала это было без отравки. О чем же я буду сегодня говорить? Я хотела поговорить о, действительно, то, что я заявила в этом вначале, о тех логических построениях, которые применяются в таламутике. Они называются на имлите медот, шеторан и дрешен поэм. То есть те логические формулы, по которым толкуется таран. То есть большая часть этих формул, она основана на принципах толкования текста, правильного понимания текста. Например, это не то, о чем я буду сегодня говорить, но я просто привожу пример. Например, если у нас вначале есть общее, например, если ты хочешь принести жертвы из скотины, то приноси его из козленка или ригненка. Сначала общее, потом частное. И когда логика говорит, что на самом деле все, что можно, это только частное. Сначала есть обобщение, а потом приводится конкретный пример, что мы знаем, что идет речь именно об этом, а не о чем-то другом. Это называется клалю-пра. Общее и частное. Эти все логические подходы, они описывают, как толковать текста. То, о чем я сегодня хотела говорить, это немножко другое, другая мета, хотя она входит в общий набор метод, она логическая именно. Поэтому я ей заинтересовалась, потому что понимание ее, она как-то влияет на наше представление логики сегодняшней. Причину, почему я вообще взяла эту тему, я сейчас скажу. В наше время, вообще говоря, дискуссия привела какие-то, дискуссия между людьми совершенно разными и далекими, привела огромный масштаб. Почему? С развитием социальных сетей. До этого мы могли там спорить на кухне, мы могли поспорить где-то, так сказать, в аудитории, иногда сходить на лекцию, иногда сходить на диспут. Ну, знаете, кто был? Звонецкий, да? Ну, ну, давайте поспорим, да? Надо и в семье иметь двое детей. Нет, нет, это строились. Ну, что-то такое. Это было какое-то камерное такое действие всегда, все-таки диспут. Хотя иногда выплеткивался на общественные площадки. А сегодня диспут приобрел вселенское значение. Мы вылезаем в интернет, и все время там есть какие-то диспуты, какие-то разборки, какие-то столкновения совершенно, можно сказать, кровавые почти, что люди борются там не нажить на смерть. И часто ты читаешь аргументы, которыми люди пользуются, думают, как это возможно? И в частности, я вот специально уже когда выбрала эту тему, я взяла для примера, я очень много там сокращаю в том, что человек написал, потому что там еще много каких-то, так сказать, добавочных соображений он к этому всему проплетает. Но я просто для примера приведу одно соображение, которое человек, одну тему, логическое рассуждение, которое один человек высказывал. Оно такого рода. Он разбирает тему о коллективной ответственности. Можем ли мы сегодня, он живет в России, так сказать, смотрит на это издалека, как бы, можем ли мы сегодня говорить о коллективном ответственности, например, арабам, за то, что происходит там в Аравском мире, за терроризм и так далее. И он приводит этот пример. Вот, например, евреи. Евреи фактически спровоцировали в России революцию. Но я не хочу говорить, это логически, правильное заключение. Нет. Допустим, это верно. И вот из-за этой революции в России она принесла гораздо больше жертв, чем весь арабский террор. И поэтому, если мы считаем, что надо говорить о коллективной ответственности арабов, то мы должны говорить о коллективной ответственности евреев за все эти несчастья, которые... В России. Да, в России, Европе и так далее. Привези меру. Когда ты такое читаешь, ты, не знаю, вроде бы какая-то логика здесь существует. И вообще говоря, эта логика, она построена на том приблизительном примере, что я здесь хочу привести. Но ты не знаешь, как ему ответить. Когда у тебя есть какой-то инструмент, как возражать на такие логические построения, то ты можешь постараться построить некоторую систему ответов. Почему это не верно? Хотя, на самом деле, он не обязан эту систему ответов принимать. И он не обязан, как бы, эту логическую систему исследовать. Но в том случае, на самом деле, это очень частый прием рассуждения. И вот мы им постепенно займемся. Но я снова хочу вернуться немного еще из предисловия. Поскольку я говорила о Медон, вот есть у нас концерт у Сыны Двини. И она говорит, откуда взялись вот эти вот Медон. Семь видов толкования. Семь Медон, это с этого все началось. Есть некоторая история, мы ее не будем выбирать. Это длинная история, когда он спорил с некими Бнейбдера, то есть руководителями тогдашними. И он им приводил аргументы, почему можно приносить пасхальную жертву в субботу. Аргументы он приводил разные, разные совершенно. И вот он приводил из Кальва Хонар, это то, что меня сегодня будет интересовать. И всякие другие аргументы здесь можно прочесть. Все они немного разные. Да, Дзерашава, это он языковая аналогия из разных мест. Таре он приводил параллели. Беньян Ава, обобщение. То есть ты говоришь, я не буду все их называть. Разные, разные, совершенно семь разных Медон. То есть после Гелеля пришли другие законоучители, добавили еще всяких логических построений. И эта система развивалась и развивалась. Но в конечном итоге есть очень большая, из семи, там она выросла, да, больше тридцати различных логических приемов, которыми пользуется Талмуд. Откуда это взялось? Нам говорят, мол, это пришло от Моисея и Синай. Но от Моисея и Синай мы такого не слышали. Мы не слышали это в Таре, нигде не написано, что таким образом надо Талмуд толковать, да? И в какой-то момент в Талмуде возникает вот такой рассказ о Гелеле. А до этого ничего такого не было, ни во времена Эзли. То есть, возможно, они тоже приняли какие-то логические доводы, какие-то объяснения. Но они никак не называли это Медон, они не сводили это в систему. Например, вот есть такая интересная вещь, еще в Талмуде говорится, в трактате Тумура, что 1700 Кальва Хомер, то есть таких рассуждений, и Кзерот Шабот, и Дюк-Дукэй Сафриев и так далее, и так далее, всяких логических умозаключений применил Снеэль Бен Канать, когда они были забыты во время траура в Маше. Значит, Маше умер. Очень многие законы позабылись, правила вывода позабылись, и люди позабыли из-за траура, чему их Моисей учил. И тут пришел такой замечательный человек, как Ниэль Бен Канать, использовал вот эти логические построения, и все восстановил. То есть это очень интересное, на самом деле, заявление, которое говорит, что даже если что-то потерялось, если какие-то куски выпали, мы можем реставрировать его. У Тары есть, и у нашего учения, и у таизма, в целом, есть некогда такое свойство регенерировать, да, восстанавливать с помощью логики и с помощью вывода саму себя. Но на самом деле надо понимать, что все, что здесь написано, это некоторый анахронизм. Во времена Атниэль Бен Каназа, тогда, когда умер Моисей, когда не было никаких сформулированных вот этих вот самых Зерот Шабот и Кальвахомы, все это было на интуитивном уровне. На уровне естественной логики, которую человек применяет. Он говорил, послушайте, вот здесь вот написано так, да, но мы должны это перенести на этот случай, это же очевидно, что имеется в виду одно и то же. Я сознательно не привожу примеров, чтобы далеко не уводить, да, понятно, что у человека есть некая внутренняя интуитивная логика, с помощью которой он может восстанавливать какие-то недостающие компоненты в законе, например. Если они действительно укладываются в общую картину, да, понятно. Но с развитием как бы... И это было для многих людей во времена Моисея, во времена храма, первого храма. Это была естественная вещь. Но времена как бы менялись, и во времена второго храма у людей, у мудрецов уже был совершенно другой подход к таре. Для них очень важно было не только то, что они могут это восстановить, но и оставить эту систему, построить ее так, чтобы она была, имела некоторую постоянную действующую структуру, чтобы это было частью закона. Поэтому приходит Герили и говорит, да, я вам могу объяснить, но кроме того, я вам должен еще сказать, что вот такие правила мы используем при толковании. Да, понятно? Это принесло еще. То есть это вот краткое, очень краткое, совершенно на одной ноге представление о том, что такое эти самые логические правила вывода в Талмуде. В Талмуде потом, Герель намного раньше Талмуда, да? Потом, через несколько веков после Гереля пишется Мишна, потом после Мишны пишется Талмуд, и все это, как сказать, постепенно-постепенно развивается. Все эти логические построения. А сейчас, поскольку я, значит, сейчас уже хочу перейти... Ну, время осталось. Нормально. Нормально. Я хочу... Вот это Карво Хоммер. Карво Хоммер – это то, о чем я хочу говорить. Вкратце, что такое Карво Хоммер – это очень простое рассуждение. Если я умею нажать, то понятно, что складывать я тем более умею. Если он сдал там на 800 психометрию, то понятно, что там какие-то более простые задачки он умеет решать. И так далее, и так далее. То есть это рассуждение довольно естественное и простое человеку. Это называется тем более. Но то, о чем я дальше буду говорить, это более сложное. Построено на этом просторе более сложное заключение. Но вот в простом таком виде он встречается уже и в Таре. То есть Карво Ни Таре не говорит нам, что это Карво Хоммер. Но так оно выглядит. Например, вот это вот первый отрывок, это как раз недельная глава. Знаете, при усердке его братьев, да, когда они идут во второй раз к Египет. И Бениамина в его сумке находят серебряный кубок. И братья начинают оправдываться. И они говорят, ведь серебро, которое мы нашли в отверстии сумм наших, мы тебе возвратили из земли хнацкой. Как же будем красть дома господина твоего серебро или золото? Мы такие честные, да? Вы даже что-то случайно к нам попало, мы отдали. Как вы можете пообразить, что мы станем красть? То есть это типичный Карво Хоммер в самом простом варианте. Если мы на это не посягнули, то тем более на это не посягнули. Тем более. И дальше вот, например, и говорим о Моше перед Господом, сказав, вот сыны Израиля не слушают меня, как же послушать меня порой? Даже на этих примерах видно, что есть всегда более тяжелое и более легкое. Понятно, что мои сыновья Израиля, они ближе ко мне, говорят со мной на одном языке, естественно меня услышать. Фараон, который где-то там далеко. Как он меня начинал? Казалось бы, логика простая, да? Вот здесь вот следующий пример. В нем есть более сложная структура. И Господь сказал Моше, если бы отец ее плюнул, говорится о бельяме, когда она там как бы клеветала как бы на Моше, и ее поразило проказом, и ей говорят, что она должна находиться вне стана некоторое время. И он говорит, если бы отец ее плюнул в лицо, то не должна была бы она стыдиться семь дней. Тут как бы уже два примера у нас есть. Отец и плюнул. И она должна была стыдиться семь дней. Теперь, когда Бог разозлился, тем более, она должна семь дней стыдиться там, находиться в местах. То есть у нас есть уже две темы, а не одна. И вот тут еще можно говорить, что это просто аналогия одной темы с другой. Но обычно, когда идет речь о Кальвахонере, он всегда затрагивает две темы, а не одну. Например, совсем простой. Например, у нас есть два ученика. Один из них там сдал психометрию на 300, и он, тем не менее, справился с этой задачей. А тот, который на 800 сдал, он тем более с этим справится. То есть это уже сложнее, чем в одном случае. Потому что тут у нас есть не только легкая и тяжелая, в смысле, психометрия сложная и легкая задачка, а еще есть у нас два человека. Один из них более сильный, а другой из них более слабый. А теперь, значит, я попытаюсь сбросить мазь. Но потом из них выйдет глубокую воду. Вот здесь у нас есть... Мы не будем подробно разбирать этот пример. Я просто хочу привести его как один из примеров Кальвахонера стандартных в Талмуде. Говорится в трактатике души. Говорится тут о двух церемониях, двух религиозных актах, которые сегодня нам не очень знакомы. Потому что сегодня хупа и кедушин — это вместе. Всегда, когда сегодня делают хупу, делают свадьбу, делают две вещи сразу. И кедушин, и свадьбу. А раньше это было в тему на Талмуда разнесено. Сначала делали кедушин, то есть обручение. Обручение не такое, как сегодня делают иерусин. Но сегодняшний иерусин ничего не обязывает. А в те времена... Мы ничего не делали. Мы сделали иерусин, потом мы передумали, мы разошлись. Мы не должны писать гетто после этого человека. Женщина. А в те времена, если ты сделал кедушин, все, она уже запрещена была всем остальным мужчинам, если ты хочешь с ней разорвать и не жениться, в конце концов. Нужно было делать писать гетто. То есть эти две разные церемонии, они были разделены иногда по времени в течение года. То есть как-то... Ну, и общественные отношения, то есть, по-видимому, это определяли, что нужно было как-то собрать эти данные. И какие-то были другие обстоятельства. И тут хупа — это, собственно, свадьба, вот здесь написано. Хупа — если человек вошел в женщину под хупу, то они уже после этого женатор кондитивные. А помазку осуществлялся вот этого. По помощи денег какого-то, то есть символического апта передачи денег. Это как сегодня одевают кольцо женщине под хупой. А раятми будешь, что длинь, да, бата, зон, когда от машины войска есть, все говорят. Вот она Микудэш — это кедушин, собственно. Вот я вот уже под хупойся. Вот, а раньше его делали отдельно. Не надо думать, что это покупка женщины. Если бы женщины покупали за одно кольцо, это было бы довольно интересно. Все-таки это символический акт, который называют на велете Киньян. Киньян, может быть, это всегда очень часто символический акт. То есть он может быть... Я приведу пример просто для общего представления. Например, человек хочет купить козу. Он дает ему деньги. В какой момент коза переходит к нему, когда он потянул козу за веревку? Хорошо. Это всем понятно. А если человек хочет купить корабль? Корабль он не может потянуть за веревку. Ну, это был... Я рассказываю не то, как сегодня. Это правила, так сказать, приобретения, которые были в Талмоне. В свое время человек хотел купить корабль, он платил деньги и поднимал платочек там, допустим. Это символический акт, который определял то, что изменение статуса. Во время Кедушина этот статус менялся с помощью денег. Или с помощью кольца. Ну, это не значит, что это какая-то покупка жизни. Ну, это какого-то способ изменения статуса. Это важно понимать, потому что иногда у нас это зашказывают. Как же там женщина покупать? Нет, женщина покупать не покупать. Ну, так вот устроено иудаизм. Может быть, когда-нибудь это изменится, но пока не. Так вот, эта самая помолка, она с помощью денег осуществляется. И Гемара говорит так, тут хупа осуществляет помолку. Мы хотим доказать, что будет с хупой. Мы можем ли сделать эту самую помолвку с помощью хупы, а не с помощью денег? Мы говорим так, деньги, которые не могут сделать свадьбу. Свадьбы не делаются деньгами, надо делать только хупы. Но у них есть силы сделать помолвку. Они слабые, и они это могут сделать. А хупа, которая сильная, которая даже свадьбу может сделать, наверное, она помолвку тоже может. Вот такое рассуждение, неважно. Потом там длинное еще и рассуждение. Да, и нет, как мы вначале видели про трубу. Но это вот суть этого самого рассуждения. И тут я попыталась это рассказать на более простых предметах. Это не из Талмуда. Это объяснение принципа вот этого кальмахова. Например, у нас есть два спортсмена. Один зеленый, другой осет. И вот этот зеленый, он слабоват, и он не может поднять гирю в 90 кг. Но стол в 50 кг он поднять может. Что мы скажем про того человека, который может поднять 90 кг? Тем более, тем более, тем более, это как бы все просто. Казалось бы, рассуждение, оно простое. Но оказывается, что этот самый альмаховен, есть возможность разрушить. Например, в данном случае, я в таблице показала, что можно разрушить ее двумя способами. Вот первая табличка у нас остается в синий. Возьмем кошку. Может оказаться так, что человек, который не может поднять 90 кг, стол в 50 кг может. И кошка тоже может, она же легкая, да? А вот второй синий 90 кг поднимает, а кошка поднять не может. Потому что у нее на кошку аллергия. Другие качества входят. Правильно. Когда мы говорим, что не всегда это работает, ребята, то мы всегда, когда говорили, что это сильнее, это слабее. Он сильнее, этот слабее. Мы всегда предупреждали, что имеется в виду в отношении определенного свойства. Но если в отношении определенного свойства происходит какой-то сбой, то тогда все, тогда у нас возникает вопрос вообще и про это тоже. Может быть, это слабее тоже аллергия. Откуда я здесь? И чаще всего в том будет достаточно только одного такого, то, что называется, перха. Такой одной перхи для того, чтобы разрушить усуждение. То есть в данном случае я не буду приводить аргументов, но если вот в начале я говорила о человеке, который говорил о коллективной ответственности, если мы найдем ситуацию, в которой появится кошка, что его рассуждение о том, что что сильнее, что слабее, оно переворачивается, то оказывается, что это не совсем так. Это вы сами можете подумать на досуге, что в этом рассуждении не всегда однозначно сильнее и слабее. В данном случае мы установили иерархию, что стол легче берет, и значит, все, что легче берет, человек может поймать. Нет, но он не всегда легче. Иногда кошка кажется тяжелее, потому что у него аллергия. Но аллергия не является мерам силы. Правильно, правильно. Но когда мы забираем какую-то логику, мы не знаем, что в данном случае работает. Какое свойство работает. Мы только знаем, что деньги они могут сделать кедуши. И мы знаем, что в Талмуд он берет какой-то уже прецедентный разбор. Он знает определенные законы, а других законов не знает. И он хочет вот то, что он не знает, восполнить из того, что он знает. Где-то работает свойство А. Я предполагаю, что это свойство А работает и в другом случае, и я могу тогда восполнить эту клетку. Но если в другом случае это свойство совершенно не работает, не сила, а работает что-то другое, то что там есть какая-то аллергия, тогда оказывается, что она разрушает коллегу. Тогда мы не можем говорить о силе. Мы не знаем, о чем мы говорим чаще всего. Он когда приходит и говорит мне, что коллективная ответственность должна быть, он не говорит, почему. Он говорит, вот вы хотите обвинить арабов и сказать, что они должны коллективно отвечать, он не говорит, почему. Он говорит, не надо это делать, потому что в другом случае мы тоже не будем их обвинять. Мы сравниваем две вещи, не закапываясь в глубину нравственных каких-то основ, очень часто. А просто, если мы будем сравнивать нравственные основы, то же самое. Мы не знаем, почему одно нравственное, а другое нет. Мы знаем, что вот это вот считается безнравственным. Почему это могут быть такие аргументы и всякие аргументы? Но очень часто люди вообще сравнивают вещи, не залезая в глубину причин. Если бы мы точно знали, что тут действует только одно какое-то действие, конечно, я здесь нарочно привела такие примеры, которые очевидны, что и действуют разные вещи. Например, я еще что хотела сказать, что вот такое разрушение Карла Хомера, оно может быть не с одной стороны, а с двух. Вот, например, мы возьмем третий человек, он маленький очень. Да? Он вполне поднимает 90 килограмм, но стол для него большой, он не может его поднять. То есть тот, оказывается, он сильный, но у него есть еще какие-то параметры, что он не справится с этим столом. Да? То есть в данном случае мы разрушили иерархию там, в другой случае мы разрушили иерархию здесь. Ну, обычно, вот что интересно, что талмуд, он удовольствуется всегда только одним разрушением. Обычно он считает так, если можно его разрушить по одной какой-то линии, или я докажу, что это нерелевантно, или я обязана отклонить это логическое умозвлючение. Еще одно слово? Да. Так вот, в нашем случае, да, на самом деле я не совсем ее оставила, эту свадьбу и помогут. В нашем случае, тут есть то, что я называла перхар, не я, кому-то называют перхар, разрушение кальваха. Что он делает? Он говорит, возьмем деньги. Деньгами мы можем выкупить десятину. Это так сложно, да? Есть у меня еще какая-то совершенно другая тема. Казалось бы, как связано свадьбу, помолвку, мы как-то говорим о чем-то одном, а ты мне приводишь десятину. Да, не важно. Мы говорим о какой-то другой теме, в которой деньги греют свою силу. Да? Значит, деньги могут выкупить десятину, а купания могут выкупить десятину. То есть мы опять нарушили иракшию. Да, мы раньше думали, что купа всегда сильнее денег. Теперь я знаю, что купания всегда сильнее денег. Иногда деньги могут сделать то, что купания может. Поэтому не надо мне голову морочить. Твой кальвахомер не всегда работает. Ну, может быть, в этом случае работает, может, нет. Это не значит, что это неправда. Это не значит, что здесь обязательно будет ноль. Но это значит, что еще ничего не доказывает. Ты должен привести мне какие-то более серьезные аргументы. Потому что я не всегда знаю, что тут работает, на самом деле. Какое свойство точности денег делает, меняет статус. Какое свойство купа меняет статус. Одно и то же свойство. Или разное. Поскольку денег, у них много разных свойств, оказывается, что я не всегда могу это сделать. То же самое, я не знаю, что. Но, в принципе, можно было здесь придумать. Гемаре этого не делает. Гемаре всегда только одного столбца или одной строчки достаточно. Почти всегда. Чтобы разрушить эту самую связь. Но могла бы она сказать так. Вот у меня есть такой, какой здесь, какой-нибудь икс. С помощью этого икса я могу сделать свадьбу, а вот помолвку она не может сделать. Понятно, что у нас? Это тоже бы разрушило вот эту связь. Потому что это бы разрушило иерархию между свадьбой и помолвкой. Потому что, оказывается, что не всегда для свадьбы нужно больше денег. Еще, я хочу, чтобы вас запутать, я хочу поговорить о релевантности. Релевантность. То, что все мы рассказали, хорошо. Но когда мы задаем сам вопрос, кто может что поднять? И хватит у него силы, и не хватит. Это обобщенный, я говорю, в данном случае, может сделать свадьбу, не может сделать свадьбу. Всегда под самим этим постановкой вопроса мудрецы имеют в виду, что есть у них соображение какое-то, есть у них какое-то изначальное представление, что вещи связаны, что я могу их связать, что можно сравнивать одно с другим, что это не вещи из совершенно разных миров. Пример. Например, у меня есть дверь, и у меня есть талит. Видите, это так солид у меня получился, я ничего не делаю. Дверь и талит, да? На талит полагается одевать кисточки. Знаете, да? На дверь полагается вешать мизузу. Я могу сказать так, если на талит, на который не нужно ставить мизузу, нужно надевать кисточки, на дверь, которая требуется одевать мизузу, тем более должен надевать кисточки. То есть, понятно, что под всяким кальвахомров, под всяким рассуждением должно быть изначальное представление, что это вещи сравнимые, что там может работать что-то, какая-то одна сеть. Не очень все я запутаю? Нормально. Нормально? Тогда я скажу еще. Более сложный случай. Можно сказать, тем более, тем более, в кавычках, не всегда релевантно. Да, тем более, не всегда релевантно, потому что говорится о разных вещах. Если бы я умею плавать, то тем более я должен уметь водить самолет. Или наоборот, если я умею водить самолет, тем более я должен уметь плавать. Нет, это разные умения, или водить машину, например. Это разные вещи совершенно. И это тоже вещь, которую очень часто люди не обращают на них внимания, что здесь нет никакой-то релевантности. Я не знаю, сколько у меня еще. Сейчас посмотрю. Еще полчаса. Еще полчаса. Тогда мы постараемся немного напрямиться и действительно разобрать серьезно и сложно. Талмудический вопрос. Это правда не в Талмуде, а внешний талмудический вопрос. Это из трактата Балакама, где разбираются разные виды ущерб. И вот герой нашего разбора это бык. У быка есть два разных ущерба. Потому что, говорится, он бодал, откусил, лег, лег, ну, это один вид ущерба. Он естественный, да? Это зуб. Бык, когда идет, он наступает. Бык, когда он видит сено, он его жует. А другой вид ущерба это рог. Это то, что не естественно. То есть, теоретически это естественно для него, но спокойно, бык, который идет спокойно, идет по улице, он в общем не бодается. Мы не предполагаем от него убегать, в принципе. Так вторая не ответственность, что быки бодаются. И в принципе она есть целый в самой тарелле закон по поводу того, что делать с быком, который бодал первый раз, второй раз, третий раз. Это отдельный вопрос. Но оказывается, что вот эти два вида ущерба, которые приносит скотина, они по-разному за них человек должен плавить. Вся эта баба-кама весит, тогда он занимается ущербами. То есть, если твоя скотина, допустим, или не важно, огонь, который у тебя там, костер, который разжег, не важно, что, если ты каким-то образом нанес ущерб другому, как ты должен за этот ущерб платить? В принципе, это совершенно очевидно, что человек, который один причинил ущерб другому, он должен за это платить. Вопрос в том, как нам классифицировать это ущерб. В какой ситуации человек должен оплачивать полностью, в какой ситуации он не должен оплачивать. И очень много зависит от того, какую меру ответственности, в какой ситуации человек несет. когда мы говорим об этом, если он бодал, откусил, лег, лягнул, то есть это неестественно для него действие. Он должен заплатить половину ущерба. А в частном владении, это согласно все, а в частном владении потерпевшего рабин-тархон говорит полный ущерб, а мудрецы говорят половину ущерб. И есть разница, если моя собака кинулась на кого-то и что-то откусила на улице, или если я пришла кому-то в гости и там она тоже совершила такое, нанесла человеку ущерб. То есть как мы к этому отнесемся? Зависит как быка. От собаки, скажем. Даже мы не ходим с быками по улице, сегодня нам более понятно, что если собака нанесла какой-то ущерб. Но есть вот это зубов и ног это естественно. Собака там прошла, наследила. Это ущерб от ног. Или там от зубов это она откусила кусок от хозяйского пирога, например. Или она то же самое сделала на улице. Где-то она там наступила на какого-то на чью-то сумку и помяла, разорвала и так далее. Это как бы она не приучит сходить по стройке и скажем. Вот. И в этом есть разница. И Раби Тарфон говорит, пытается убедить, спор у них идет, что происходит в частном владении. В частном владении мудрецы говорят, что надо заплатить половину ущерба, а он говорит, что нужно полное ущерба замести. Потому что в частном владении в общем-то ты пришел с собакой к чужому человеку. Как же так? Ну, все это прокручивается через именно вот этот самый закон Кальва Хонера. Мы сейчас на табличке это посмотрим. Я сначала прочла, а потом посмотрим на табличку. Сказал им Раби Тарфон, если там, где за ущерб зубов и ног, то есть естественный такой ущерб это легкая вещь. В общественном владении, где хозяин не обязан возмещать совсем. То есть если бы шел в общественном владении и откусил от чего-то, то хозяин вообще не обязан возмещать. Если человек вышел со своей корзины яблок и стоит посреди площади, на которой ходят быки, козы и так далее. Но это сам нужно своими яблоками как бы следить. Есть в этом логика, это не просто так. За это он не должен владение, когда ты пришел со своим быком в чужой двор. Человек не ожидает, что он начнет таскать яблоки из корзины. Тогда хозяин должен углотить ущерб полностью. Ты не заходи со своим быком или со своей собакой, если ты знаешь, что она может схватить котлету с чужой сковородки. В этом все согласны. Это его изначальные предпосылки. Раби Дарфонов. Он говорит, мы когда что-то ест в общественном владении ничего не платят, но в личном владении оплачивают полностью. За ущерб отрога, за который в общественном владении хозяин должен заплатить половину. В частном тем более он должен заплатить полностью. А ему сказали, в логическом выводе можно максимум ставить сумму, на основании которой сделал вывод. Ты привел длинное логическое рассуждение, ты не можешь превысить половину. Если там была половина, то здесь должен быть половина. Это я сейчас покажу на табличке. тогда он привел на это тоже уникален. Я почему это сказала? Пример он очень интересен тем, что он уникален в Талмуде вообще. Что здесь доказательства он производит два раза. Один раз по колонке, а другой раз по строчке. Сейчас посмотрим по табличке. Он сказал, я не буду выводить рог из рога, я выводу рог из ноги. Вообще основное владение, где облегчение для зубов и ног для рога есть устражение. Часто владение, где устражили для зубов и ног неправильно устражить для рога. сейчас вот у нас один этот самый здесь у нас зубы, которые просто он сжевал чью-то шарфу, я не знаю, шарфу. Шарфу, это правильно. В общественном владении он, ничего не отвечает. А в частном он должен ответить по полной программе. Привез своего БК в мой двор, а он сел в мой шарфик, должен заплатить все. А вот это вот необычное поведение в общественном все-таки мы от него не ожидаем необычного поведения. Ты должен пришел с БКом или там выпустить у собаку гулять одно своя ответственность. Ты не можешь сказать, что это ничто. Потому что если она кого-то укусила, это не просто она что-то съела. Человек должен следить за своей корзиной. Она кого-то так сказать западала, ты знал, что твоя собака кусача, не пускай его самогулять. Тут хозяин несет половину ответственности. Вот это данные такие есть. А вот мы спрашиваем, а что вот этот самый бодливый бык, что он должен делать в частном владении. Казалось бы, с точки зрения логики, если этот, который не несет владение в общественном, тут он несет полное, то этот, который несет, то тем более. Они говорят, нет. ты не можешь увеличить эту цифру. Все это, вся эта путаница когда он пытается доказать, а они не принимают, она возникает на самом деле из того, что обычный кальвофонер у нас всегда бинарный. Или да, или нет. Или работает, или не работает. А вот в теории ущерба возникает такая штука, как половинная ответственность. И когда возникает половинная ответственность, возникает вот этот самый разногласие. мы доказали по одной по строчкам, можно то же самое сделать по столбцам. Если тут у него ноль, а у этого половина, а тут у него одна, значит, тем более должна быть одна. Не важно с какой стороны, можно доказывать с одной стороны, можно доказывать с другой, но в любом случае, мудрецы ему сказали, ты не можешь превысить половину, она должна быть, не можешь сделать один. в вашем случае, так постановил закон. А теперь я хочу сказать, в общем, более-менее понятно, да? Это учитель. И самое с трудом меня бы я. Я вам сейчас история про Раби Акива. Все знают, кто такой Раби Акива? Да, конечно. Все мы знаем, что Раби Акива, как он начал учить Тару, что он встретил прекрасную дочку Кальвуса Вуа, влюбился в нее и она ему сказала, что ты пойдешь вторую и начинай позвать себя замуж. Очень романтично все. Но, оказывается, другая версия, совершенно по-моему, решил учить Тару. До 40 лет Раби Акива ничего не учился. Увидел он однажды уколоться камень с желобом и спрашивает, кем это сделано? Сказали ему, вода, которая постоянно падала на него каждый день, она сделала этот желоб. Ему сказали, Раби Акива, разве ты не знаешь, что написано в книге Йоц? Эвен Шихакуа, Аванин, камни стирает варан, Аванин Шихаку, Майя. В книге Йоу написано, это всем известно. Несколько странная вещь такая. Раби Акива постигают мир из того, что он виден, из такой естественной интуитивной, а те, кто ему говорили, они постигают мир из совсем другого источника, и тут оказывается, что они говорят об одном и том. Это некоторые открытия, которые мы можем увидеть в этой истории, которая по-видимому повлияла на Раби Акива и подвигла его к тому, чтобы пойти учить Тару. Это я как бы рассказываю только историю, как я ее вижу, что человек, который до этого всю свою мудрость черпал из опыта жизни, из наблюдения над природой, неожиданно видит, что вот эти наблюдения, они совпадают тем же, чем говорит ему Тара. Это на него производит огромное впечатление, так что он по-свежиму идет учить Тару. Но это не все. Дальше вот как раз идет наш Кальвахон. Как говорит этот митраж, заключил Раби Акива из принципа Кальвахона. Так же, как мягкое можно придать форму жесткому, Тара, которая жесткая, это железо, может придать форму моему сердцу, сделанному из плоти и крови. Я спрашиваю, что же здесь такое у нас? Сколько времени? 15 Еще 15 Ну, может придется еще разобраться с коллективной ответственности. Но это что происходит? У нас есть вода, которая мягкая, да? Наташа, а можно нагнуть к предыдущему? Непонятно, как он сделал было. Мы пытаемся разобраться сейчас. Если вода точит камень, потому что на русском вода камень точит, то тогда получается живое сердце и кровь точит Тору. не не нет тара тара она может обточить сердце непонятно, что здесь Какой кальвахомер он сделал? Какая из камня выводит? Нет, где здесь тяжелая, где легкая камень твердая, а сердце мягкое вода у нас мягкая тара в его представлении жесткая да? Понятно нам, что жесткая тара может обточить камень это как бы очевидно из жизненных наблюдений и вода может повеять на сердце нам тоже понятно потому что она питает это сердце и так далее да? Что же здесь непонятного? Где здесь кальвахомер? Понятно что железо оно сильнее и сердце оно слабее чем камень то понятно очевидно что оно не нужно никакого кальвахомера если достаточно что железо точит камень то понятно что оно точит сердце да? Понятно да? Или если вода как нам было непонятно, вот это вот точка. Это было непонятно, что вода может обтесать камень Чем Тара может обтесать камень? Эта была pushingہ В описании это написано, что тара, как железо То есть если вернуться к тексту, то нам в сравнении тары и железа трудно, но речь идёт о том, что он так подумал, что тара, которая жестка, как железо, и тогда она говорит. Но это в чём у меня в голове проблема. Если мы говорим о том, что что-то жесткое может придать форму, это и так логично. Это и так логично, в чём тут? Вот ты спрашиваешь, но это не я придумал, об этом пишет Медраж. Кальва Хоммер известна, что это такое, да? Кальва Хоммер известна. Мы сейчас немножко разобрали, да? Это мы делаем заключение о том, что мы не знаем из принципа, что труднее и что легче. Тут непонятно, что мы лапши, о чём мы говорим? Ну понятно только то, что при этом вопрос, а Тора она не убьёт этих самых тех. О, о. Я думаю, тоже здесь есть. То есть в том, как он формулировал изначально, понятно, что тара для него представляет. Аналогия тара с железом. Я больше не день встречалась. Тара обычно управляет в воде. Тара, которая даёт жизнь. Для рабика Кива, который до этого ещё тару не учил, он говорил своим ученикам в своё время, когда они его спросили, он им сказал, до того, как я стал мудрецом, если бы кто-то мне стал мудреца, я бы покусал его как... Осёл. Как осёл. Правильно. Они его спросили, почему как осёл рабе, а не как собака? Естественно, покусал бы как собака. Ну что, потому что осёл кости ломает, а собака только мясо, типа, кости не ломает. То есть его рабе окинули, а? Отношения. Как же жесток, да? Вообще говоря, ученики ничего, поэтому... Они приняли такой ответ. Это само в себе очень странно. Может быть, это были те ученики, которые умерли... Умерли, которые из-за того, что не оказывали уважения друг к другу. Потому что этот вопрос безумно сложный. Такой простейший ответ, который, в общем, непонятно, что за ним стоит. Может быть, есть какой-то здесь намёк на хумрию, на материальность вот этого осла. Потому что я был целиком материальный, а не духовный. Я бы вот эту их основу, их корей хотел бы сломать. Основу их духовности, эти кости, да? Может быть, но всё равно, как бы, это можно придумать, скажем. Но всё равно, мне кажется, что вопрос действительно очень сложный. Почему была такая вражда между простыми людьми и мадрецами? Что это было, наверное, неправильно всё-таки в их коре. Их действительно надо было поломать. Может быть, как вот это самое, их кости, их основу. В конечном итоге очень интересно, что есть ещё даже такой мидраж про Раби Акива, про то, что он сделал свой второй. Он там приводится, я не приводила, вот здесь этот, машаль, пример, что Раби Акива подкапывался, подкапывался под какую-то огромную скалу. И в конечном итоге её свернул с места и сбросил в реку Иордан. Не там тебе место, а здесь тебе место. На самом деле, то, что Раби Акива сделал, он очень сильно изменил подход изучения к таре. Это не просто он собрал всё, что ему говорили, и передал дальше. Он очень сильно систематизировал изучение таре. Он сделал огромные изменения. И, может быть, это как-то повлияло на то, что вот это прежнее непонимание между простыми людьми, которые видели мир, исходя из интуитивного понимания, представления, которые не получали контакта с природой, оно перестало быть настолько далёким от точки зрения мудрецов. Я не знаю, но в данном случае мы можем, как Люба сказала, что железо, которое убивает, сердцу придаст форму, а не убьёт, да? А не убьёт, да. Что здесь на самом деле, если можно так выразить, я не знаю, может, это неправильно, может, кто-нибудь меня поправит в более точной формулировке, что на самом деле вещи не всегда представляются такими, как они есть на самом деле. Вот вода, которая нам кажется мягкой, у неё открываются свойства обрабатывать очень твёрдый материал, а железо, которое нам кажется, что оно может убить наше сердце, на самом деле оно может придать ему... Ну, то есть тара, которая нам казалась железной, она может сердцу придать правильное направление. То есть это то, что, возможно, Раби Акива здесь хотела сказать, но само по себе вот этот самый Кальвахомер, он всё равно меня постоянно, я специально его привела, потому что у меня окончательного ответа на этот вопрос нет, и он меня всё время беспокоит. В чём же здесь всё-таки Кальвахомер? Вот такой ответ, как мы попытались дать. Может быть, он немножко в направлении ответа. Если вернуться, да, снова к тому вопросу, который был немножко зацепкой, может быть, для того, чтобы я всё-таки решила эту тему разбирать. Я снова хочу спросить. Такое логическое рассуждение, которое проводил этот человек из России, довольно известный человек, а коллективная ответственность. Но действительно мы можем сказать, что евреев, по-русски, подавить Арабову, очень часто это делают, в разных совершенно ситуациях. Вот евреи тоже когда-то воевали против уничтожения. Вот евреи в данном случае, они принесли через Октябрьскую революцию, они принесли много неприятностей европейскому народу, много жертв среди людей. Они тоже должны нести за это коллективную ответственность. Но я бы хотела спросить, а вот что насчёт кошки? Мы же можем сказать, например, какую-то такую вещь, как вот эти вот, допустим, это у нас евреи, это вот Арабы. И мы возьмём некоторую новую графу, допустим, причастности. Те евреи, которые делали Октябрьскую революцию, они считают себя причастными к евреям? Они не считают себя причастными. А те, которые делают туристические арки? Они считают... В тот момент, когда ты вводишь какой-то новый параметр и показываешь, что в отношении этих параметров соотношение не таково, это не даёт тебе отключательный ответ, сказать, что ты не прав, всё наоборот. Но, во всяком случае, это даёт возможность сказать, что твоё рассуждение, оно неполное, оно неоднозначное. Всегда можно, так сказать... Леотиль Сафек. Леотиль Сафек. Леотиль Сафек. Усомнится, да. Усомнится. Потому что это не... Люди относятся к таким рассуждениям, как нечто, что стопроцентно является доказательством. А там он говорит, нет, возможно, ты и прав, но это доказательством не является. То есть в каждой ситуации, когда мы можем привести какой-то пример, что это не работает, то значит, твоё рассуждение, тем более, оно неверно. Вот, плюс лично то, что я хотела сказать. И спасибо за это. Спасибо. Спасибо. Спасибо.